коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня рассмотрим такой фактор как отсутствие реакции на ложный пробой как один из вариантов для торговли в продолжении движения ну и для того чтобы понимать что такое отсутствие реакции разберем с самого начала что такое ложный пробой ложный пробой на графике выглядит как тень бара либо свечи которые выходят в пробойную плоскость в данном случае в ланговую но цена не может закрепиться отсутствует продолжение движения и закрывается под уровень ну опять таки данном примере ну и как правило ложные пробои вызывают какие-то существенные контртрендовые движения как внутри дня да то есть так и среди срочно долгосрочно особенно если это рынок форекс который торгуется таких в широких до довольно таки диапазонах и просто ложных пробоев происходит какие-то значительные откаты как же возникает сложный пробой опять-таки возвращаемся в начало за счет чего возникает пробой когда кто-то двигает да то есть крупные крупные какие-то участники двигают цену происходит следующее при подходе цены к какому-то ключевому уровню за уровнем есть скопление стопов и когда цена выходит в пробойную плоскость получается срабатывают вот эти стопы всех тех кто хотел торговать от уровня контр тренд плюс присоединяются свежие покупатели которые торгуют пробой и тем самым происходит импульс так вот ложный пробой это та ситуация когда импульс отсутствует то есть скажем так объем участников которые располагают стопы за уровнем и участники которые покупают выше уровня оказываются слабее того да кто удерживает цену и как бы загоняет ее обратно то есть отсутствует тот самый импульс и тем самым формируется ложный пробой после которого мы можем поожидать да то есть это не гарантированно рынке не бывает каких-то стопроцентных формации и нужно все ситуации рассматривать в моменте если реакции на ложный пробой не следует и мы день стоим либо следующим днем там при неглубоком откате опять идем в пробойную плоскость вот это и будет являться отсутствием реакции на ложный пробой можно будет поожидать какого-то дальнейшего движения дальнейшее движение будет формироваться опять-таки мы будем ждать импульса при выходе в пробойную плоскость и возможно ускорение при выходе выше хвоста ложного пробоя то есть логика та же самая после ложного пробоя под уровнем начинают продавать а также те кто покупали выше уровня располагают свои стопы под уровнем и вот симбиоз продавцов от уровня кто хочет торговать в шорт и покупатели которые оказались выше уровня у них здесь стоят стопы а это обратная сделка для покупателей это тоже продажи и можно ожидать какого-то импульсного движения так вот если его нет и цена глубоко не откатывается не откатываясь идет обратно к уровню вот это и будет являться отсутствием реакции на ложный пробой ложные пробои как варианты до возможные абсолютно разные рынки специально для наглядности показать то есть пожалуйста bitcoin есть какая-то точка излома после которой произошло какое-то существенное движение подход ложный пробой и уход контрат ренд российский рынок рост нефть пожалуйста точка излома ложный пробой двумя барами и существенное движение в контр тренд на рынке форекс австралийский доллар тоже как верхняя граница накопления после вот этого да получается хвоста еще есть подтверждение выход и спустя два дня возврат обратно в предпробойную плоскость сложный ложный пробой который формируется как минимум тремя барами то есть выход в пробойную плоскость еще один день в пробойной плоскости без закола уровню то есть здесь не должно быть никаких проколов касания допускаются и выход в обратную сторону ну и тоже как пример как можно торговать в продолжение движения при отсутствии должной реакции на ложный пробой . излома паранормальный бар в своем до времен в два раза здесь превышает соседние опять-таки дальний ретест спустя много времени пришли ну и вот это место покрупнее с учетом того что мы очень далеко открылись и придя к уровню энергии на продолжение движения нет ложный пробой но никакого никакого существенного отката не происходят и спустя получается два дня на пробивает уже уровень ну и далее средства поехали дальше сильно-сильно то есть это та самая ситуация когда есть ложный пробой но цена не реагирует то есть если это ложный пробой в этой плоскости все хотят покупать а также продавцы которые залезли под уровня продажи у них стоят стопы за уровнем должны вызывать некий импульс некое восходящее движение в данном случае а его нет и цена спустя два дня уходит обратно в пробойной плоскости продолжается движение то есть несмотря на то что это не нижняя граница какого-то широкого диапазона выход вниз ретест и дальнейшее нисходящее движение довольно-таки сильное ну и на примере разберем сегодня была ситуация монетка шиба дневной график было здесь опять-таки да сколь значимое существенное падение тоже так размашистая . остановки и встали в накопление здесь вот день случился новостной немножко размотала в обе стороны но опять-таки есть ложный пробой и отсутствует реакция то есть если мы посмотрим там на последний восходящий бар даже до него не дотянулись и вчера получается закрылись под самый уровень никакого отката нет и сегодня опять-таки даже на младших таймфреймах 10 перекрестие стоит это закрытие вчерашнего дня на закрытие там 10 недель 10 067 с копеечками ночью такие движения но во первых я сплю во вторых здесь нет формации на торговлю в пробой то естественно у нас на домашке short то должны быть но сложится еще несколько факторов до для торговли в пробой так вот ситуация повторяется после вот этого ложного пробоя у нас нет реакции это дневной график а это пятиминутный графика после сильного движения вниз там еще и объем очки он полетали вот это движение обратно она не вызывает какого-то существенного контртрендового движения то есть мы пришли сверху вниз на уровень у нас есть сложные ложные пробои здесь еще раз закололи но нет реакции и цену опять заваливают под уровню да и пробивает здесь на импульсе опять тоже глубокая ночь или там раннее утро отсутствует формация для захода в пробой то есть даже если пошло бы движение то просто остались бы им без сделки и опять таки после этого ложного пробоя мы даже вот этот х и уже не можем обновить то есть нас начинают поджимать к уровню поджимают 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 заходится на в пробойную плоскость и что мы видим что появляется какая-то лимитная заявка лимитный участник который удерживает цену под дневкой и не выпускает в обратную сторону то есть если мы видим что отсутствует до какие-то варианты захода на именно в пробой в первичное движение в первичный импульс то можно поожидать ну как будет дальше цена двигаться да то есть раз дальнейшее развитие событий если это ложный пробой то что-то должно быть контртрендовая если это ложный пробой что-то должно быть контртрендовая этого не происходит и цену загоняет обратно под уровень после появления лимитки вот пожалуйста выравнивающий бар селлимит под уровнем либо здесь ну вариант да там если не зацепило то есть несколько возможностей для захода в сделку даже если стоп ставить за вот это вот на торговочку даст который последовало нисходящее движение то на момент подготовки презентации движение порядка пяти к одному состоялось ну и далее если нисходящее движение продолжится то есть я бы смотрел как минимум до хвоста вот этого ложного пробоя смотреть как далее будет развиваться то есть здесь была остановка продаж и какой-то интерес который вытащил цену обратно наверх если мы будем уходить ниже то вероятно поедем дальше смотрим на историю на какие-то ключевые до отметки какие-то ключевые точки где останавливали цену это уже на среднесрочное удержание позиции то есть логика одна в данном случае моделька входа в отбой от уровня то есть при проявлении лимитки а так если но допустим ситуация что происходит ложный пробой и после того как цену там далеко не утаскивают мы подходим к уровню и встаем в узкую на торговочку либо в поджатие вот прям вблизи уровня ну там логичным образом может быть что-то будет вблизи уровня тогда можно пробовать заходить в пробой но такие сделочки если есть уже хвосты ложных пробоев в этот день до или прям совсем недавние то нужно следить чтобы вот этот вот импульс если мы заходим в пробой обновлял лаи то есть мы понимаем что здесь были остановлены продажи и цену вычили на вверх если мы сюда лезем продажу в первичное движение мы должны ждать вот этот лой был обновлен если обновляется значит тот интерес который здесь остановил продажи его здесь больше нет и можно поожидать дальнейшее движение но и следующая точка аналогичным образом закол есть можно ожидать движение дальше вот используйте стопы сделочки все шаблонные можете брать на вооружение и пробовать применять с учетом логики отсутствие реакции на ложный пробой всем всем спасибо пока пока